Добрый день, зрители. В эфире Медиаметрикс, программа «Практика. Прогнозы. Решения». Сегодня мы эту передачу ведем с Максимом Цыпковым, евангелистом от Жайла из компании Кастис. У нас был до этого отличный эфир, мне понравился взгляд на Аджайл, в принципе, как компания разбирается с господрядчиками в этой сфере. А вести мы будем между двумя мастодонтами электронной коммерции и веб-разработки. Это Дмитрий Завалишин и Алексей Вайсберг, руководитель департамента электронной коммерции Почты России. Ну, а Дмитрия Завалишина представить можно многообразно, как DZ Systems, E-Legion, проект Ири, руководитель. Самое удивительное для меня было это Яндекс.Маркет. На самом деле, я буквально на днях узнал, что ты имеешь какое-то к нему отношение. На самом деле, я вообще в первые четыре года в Яндексе отвечал за все портальные проекты. То есть, по сути дела, все, кроме поиска. Там было, на самом деле, много проектов, но маркет просто самый живой из них. И к нему я имею просто стопроцентное отношение. Это, в общем, идея некоторая, в смысле, моя. Ну, и детище так уж. Ну, в общем, много чего делали. Забавно. Просто как-то это у тебя очень из твоих тезисов не очевидно. Слушай, мы русские люди очень плохо умеем хвастаться. Мне кажется, у меня вот в этом проблема. Русские люди. Хорошо. Смотри. С чего все началось, собственно? Началось все с твоих тезисов. Когда ты выложил пост про управление, я почитал. В принципе, очень структурированная информация, где-то избыточная, на мой взгляд. Смотри, ты на самом деле, я написал четыре поста в ЖЖ, и я их вылил из головы на уровне буквально 20-минутного осмысления. Даже просто все, что вспомнилось. Структурированный, это, наверное, перевод. Ну, для меня тоже было удивительно. То есть, грубо говоря, состоявшийся владелец бизнеса, состоявшийся разработчик. Это, собственно, как бы, ну, как это не звучит, там, может быть, коряло полез в управление проектами. Что сподвигло-то? Знаешь, что сподвигло? Дело в том, что я иногда участвую в конференциях, и разные вещи бывают, что обсуждаем. Но тут как-то на одной конференции я задался вопросом, а вообще, насколько моя внутренняя картина, вот, модель управления производством, таким софтверным, насколько она вообще связана с картиной в голове вот у среднего российского разработчика, ПИЭМа, аналитика. И я попробовал в качестве просто эксперимента на одной из конференций сделать примерно то же самое, что я сделал в ЖЖ, но только прямо вот на уровне выступления. Я встал к доске без презентации, без ничего, вылил из головы, грубо говоря, список артефактов, список основных процессов, какие-то там картины взаимодействия. То есть, вот, нарисовал общую схематику состава управления проектом, как я ее более-менее привычно вижу, вот, на уровне... Тут надо, конечно, внести понятную корректировку. Как владелец бизнеса и генеральный директор, который, конечно же, проектами не управляет, Конечно же, моя картина, я это каждый раз, мне кажется, так подчеркиваю, да, она в известной степени идеалистична. Понятно, что в саму компанию это проваливается с точностью до представления конкретных людей, начальников производства, там, да, у них немножко другие вся вещи. И для меня это было, с одной стороны, такой внешней ценностью. Мне хотелось понять, насколько вообще вот я там в этом месте попадаю в ожидании представления других людей в индустрии. И это же одновременно и внутренняя задача, потому что я давно хотел внутри компании провести некоторый такой цикл коммуникации на эту тему, чтобы синхронизировать представления. И вот хороший, очень удачный момент, чтобы это сделать одновременно в две стороны. Я начал генерировать, я не знаю, сколько мне хватит на самом деле, потому что там большие вообще материалы, я только-только по верхам прошелся. Ну вот, постепенно двигаюсь. На самом деле, очень хорошо, что начали, потому что я читал, это очень ценная картина. Я думаю, она будет интересна не только внутри, но и вовне. А в виде постов она будет, ну, общедоступна долго, останется навечно. Надеюсь. Смотри, у тебя там, в общем-то, одно из таких направлений, тезисов, это касается консалтинга. Что когда ты в роли подрядчика, ты должен консультировать заказчика. Собственно, у нас есть ты, у нас есть заказчик одного из твоих подразделений, именно заказчика разработок. Давай вот там вот покопаемся. Вот насколько идеализировано вот это представление о консалтинге, и вообще нужно ли консультировать. Или, возможно, ожидания заказчика, они превышают тот объем полученной информации от подрядчика. Тут это, на самом деле, очень широкое и, на самом деле, очень сложное. Почему? Во-первых, потому что включить консалтинг в фактический состав работ по проекту почти что нереально. Ну, то есть, у нас ни разу не получалось такого, чтобы в контракте присутствовал консалтинг как таковой. При этом, если мы посмотрим на вот то место, до которого я совершенно не добрался, которое очень страшно, дико интересное, это процесс оценки объема работы на проекте, структуризации плана и рабочей отчетности между PM и стороны, которая является заказчиком. Строго говоря, ты, планируя работу на проекте, не можешь выходить за рамки скопа, который записан в контракте. И в этом месте ты, такой дырки, в которую ты мог бы прям аккуратно положить объем работы по консалтингу, просто нет. На госконтрактах ее отдельно нет, потому что на самом деле существует неизбежная тендерная работа. А тендерная работа, она по определению выдавливает маржинальность и заставляет тебя быть очень жестким внутри скопа. Понятно, если ты в этом месте начинаешь, скажем, ты можешь, мог бы, наверное, на каком-то контракте договориться с клиентом, сказать, слушай, ну консалтинг же нужен, давай мы здесь его закопаем, и договорились, и хорошо, он там где-то будет присутствовать, хотя формально в контракте его нет. На госконтракте и это невозможно, потому что любой сторонний подрядчик запросто совершенно отожмет тебя по цене, потому что не положит туда вот этого вот, этой дырявой. Хотя у нас на самом деле бывают такие ситуации, когда получается это дело положить. Это сейчас формальная проблема. Дальше начинаются проблемы неформальные. Чем ты занимаешься внутри своего бизнеса? Строго говоря, наша задача как компания, которая занимается разработкой, это тоже отдельный предмет. Я краем-краем тоже карандашико про это сказал, что существует несколько уровней продажи работы. Есть то, что я называю работорговлей, это такой вот аутстаффинг, это продажа ПТМ, которая чистый-чистый ТМ. Когда-то просто, скажем, очень часто так покупают западные клиенты, они покупают разработчика вообще без менеджмента, вообще без ничего, чистого, отдельного. Причем они их прям выглядывают по резюме и покупают конкретных людей. Отстаффинг и ТМ в этом месте они совершенно одинаковые и бессмысленные, ты ничего за пределами скиллов разработчика вообще не продаешь. Ну, это такой довольно глупый формат, который нам мало интересен, у тебя есть сомнения? Не, ну смотря как задача, как отстройка. В принципе, я иногда покупаю разработчиков. Ну, окей, возможный вариант, но, грубо говоря, если смотреть шкалу, в которой консалтинг находится где-то в диапазоне от нуля до бесконечности, она находится вообще на нуле, совсем на нуле. Дальше ты начинаешь входить постепенно, дальше ты начинаешь добавлять к команде ведущих разработчиков, которые привносят туда какой-то, понимая, архитектуры. Архитектора, который его по полной приносит, это уже как бы уровень, когда ты отвечаешь, уже отвечаешь за техническую сторону системы полностью, но еще никак не отвечаешь за ее условно-функционально-бизнесовую часть. Дальше ты начинаешь добавлять в это дело постановщиков, аналитиков, да, и тут, вот в этом месте ты начинаешь уже наступать на точку, где ты касаешься тематики бизнес-требований. До этого момента ты их тоже никак не касаешься, даже если ты строишь архитектуру, вообще говоря, должен на входе их получить чистенькими, аккуратненькими и отработать. Вот появился аналитик, формально в этом месте ты все равно еще не занимаешься консалтингом и не трогаешь бизнес-требования, но де-факто начинаешь. Это неизбежно, абсолютно совершенно. Хотя бы в силу того, что сам по себе процесс, как бы такой up-down-up проектирования, он тебя к этому выводит за счет чего? За счет того, что ты смотришь на бизнес-требования, отрабатываешь их функциональных, приходишь на уровень проектирования. И если ты, это очень сложное место, много кто этого не умеет на самом деле, и про себя бы я не сказал, что мы прям так волшебно это умеем. Но это такая понятная задача. Дойдя до уровня реализации бизнес-требований функционально, на уровне архитектуры, ты должен бы посмотреть на это все критично и сказать, а вот давайте мы вот эти вещи развернем вот так вот всяк, это сильно удешевит на уровне производства, это заставит вас изменить бизнес-требования, но может быть не сильно. Это очень сложное место, которое было бы здорово уметь, и зачастую оно получается, зачастую не получается, причем оно зачастую не получается даже не в силу непонимания, а в силу того, что чем жестче ты построил, вот в чем наша задача? Наша задача на рубль заказчика отработать на максимуме, сделать максимум. Это заставляет нас строить довольно жесткую систему движения по проекту, которая вообще говоря, это такой минус этой жесткости, не дает сотрудникам места для вот этого свободного волеизъявления, и если его нет, то у них нет места, где можно вернуться, понимаешь, да, вот с этими вот... Я понимаю, но я все-таки давай задам более простые вопросы, да, потому что мы сейчас можем там уйти совсем куда-то закопаться. Да, в Эйсберга так не дошли. Да. Смотрите, то есть как бы вот по степени твоего понимания, да, сколько ты привнес на контракте Алексея консалтинга, и сколько Алексей получил. Я бы хотел вот такие. Ну, смотри, давай мы конкретный контракт, наверное, трогать не будем, здесь я бы немножко тоже Дмитрию набросил бы дополнительных вопросов. Вот, я капризный заказчик, и на самом деле я считаю, что бизнес-консалтинг от IT-подрядчика – это в известной степени зло. Ну, мое личное там... Ну, позиция. Профессиональное мнение, позиция, да. А почему, объясню. В ситуации, когда IT-разработчик начинает влезать в бизнесовую составляющую, есть же там две терминальных истории, и с огромной вероятностью одна из них неизбежно сыграет. И ты, на самом деле, ты все уже сказал. Либо бизнесовый консалтинг приведет к тому, что расширится скоп, и подрядчик сам не захочет следовать своим же идеям, потому что это просто дороже, чем законтрактовано. А вторая история, как бы люди же все живые. И в конечном счете есть, например, заказчик проекта, есть бизнес-заказчик, я имею в виду, с, допустим, оригинальной идеей. Он плюс-минус понимает, чего хочет предпринять, что их собираются сделать. У него есть какая-то команда, какие-то граждане, люди, которые где-то что-то там получили опыт, и вот они вместе сформировали свое видение, свою довольно цельную картинку того, что должно получиться в результате. Дальше появляются какие-то люди, условно, из IT, которые лезут со своими бизнес-советами. С какого хрена? Я даже не об этом. Откуда берется экспертиза? Вот мое мнение, что там в 99 случаев из 100, IT-шник, который начинает влезать в бизнесовую часть проекта, свою экспертизу берет только из уже кейсов, которые он сделал. Из-за кейсов, да, конечно. Которые уже реализованы. Это значит, что оригинальная идея заказчика может превратиться в копию чего-то того, что какой-то подрядчик уже сделал. Отличная позиция, я вынужден поддержать, потому что возразить нечего. Хотя, я сейчас что-то отвечу. Вот смотри, я тоже опять же перебью тебя и тебя, имею право. Смотрите, дело в том, что у тебя очень мало в тезисах про стейкхолдеров. У тебя они очень косвенно затронуты. Не доехал еще. Не доехал еще. Четыре поставили. Нам 50 нужно написать. Я вот считаю, что вот как бы незаслуженно они были у тебя изначально. То есть, да, там про артефакты, да, там про уставы, но вот про стейкхолдеры и опрос стейкхолдеров, то есть, недавно где-то тут звучало, у кого там что из стейкхолдеров в проекте, должно быть минимум 15. Если меньше 15 описали, то, в общем-то, вряд ли что получится. Ой, там еще отдельно, там столько песен, кроме того. То есть, ты будешь дальше продавать. Хорошо. Надеюсь, временно происходит. Вот смотри, описание, недоописание стейкхолдеров в проекте, это упущение ПМов, аналитиков. Ну, аналитиков, строго говоря, аналитиков, конечно, безусловно. ПМы здесь ни при чем. Ну, а ПМы как качество контролирующих. Ну, ПМ, как человек, который отвечает вообще за проект, за все отвечает, это понятно. Да, ну, конечно, это аналитики, безусловно. Можно байку? Можно. Нужно. Делали проект, снимали чистый проект по снятию бизнес-процессов, из, из, вообще без программирования, вообще без разработки. По итогам нарисовали простыню, вот примерно, как три вот этих вот медиаметриксовских растяжки такие. То есть, такую вот стену изрисовали примерно, огромное это самое. Очень подробно прошли, взяли спецификацию методологии готовой, по ней очень внимательно отработали. Нарисовали, отдали в производство, а это был бизнес-процесс, это был провайдер. Обычный, небольшой, такой российский провайдер, такой, ну, не региональный даже, а районный, районный. Вот, это отдали какой-то другой, как западной компании, которая на них натянула, значит, какую-то ERP свою. Запустили ее, она заработала, и 31-го числа из угла встала в бухгалтерии Лена и сказала, «Ой, а где же мой Ексель?» «Лен, какой Ексель?» «Ну вот же, у нас же всегда был Ексель, который вот Даша делала, потом давала мне, а я в нем правила циферки выставленных счетов клиентам». «А зачем тебе?» «Ну так у нас же вот с Петром Петровичем вот лично договоренная скидка на 10%, а Василия Васильевича у нас по бартеру там вот это вот мы с ним там делаем». Знаешь, физически невозможно было поймать эту Лену, пока у нее не настало ее 31-е число. У нее просто этого процесса в ее картине мира за пределами 31-го числа не существует. — Только опросили бы, она бы не рассказала. — Ее опросили. — То есть процесс живет с естественным образом, конечно. — Да, да, да. Он настолько вот выкинут, да. Это отдельная прямо проблема, что ну по определению всех стейлкоров выднуть нельзя. Это вот, это просто вот теорема Гидера, они неполнотивы утверждают. — Максим. — Ну, можно, скажем так. — Стремиться, всю водку выпить нельзя, но стремиться надо. — Проблемы с тем, что на внедрении выясняются такие вещи всегда будут. — Всегда будут. — К ним надо быть всегда готовыми. И потому что, ну из опыта же известно, что они будут. И если ты это или снимаешь, или не снимаешь, в момент внедрения это профессионализм. — Смотри, ну ты же когда… — Это я не к тому, что совершенно не надо заниматься стейклодерами. Это ключевое. Это реально ключевое. Это правда все. Другое дело, что надо понимать, что это как бы вот задача из Сирии вычерпать вот весь пруд, чтобы вынуть ключик. Ну ты, наверное, до чего-то докопаешься, но какая-то часть пруда вот не дастся тебе все равно. — Эта же часть как раз она и увеличивает нагрузку на основной программный продукт. — Это вот то место. — На его расширение. — Это вот то место, в котором я как-то… — И откуда начинают браться фиары и так далее. — Это вот то место, в котором я, наверное, самый главный хейтер Эйджайл, наверное, в нашей стране. Я его как раз поддерживаю, потому что все равно понятно, что при любой жесткости классического процесса у тебя все равно остаются белые пятна. Мало того, ты по определению всегда приходишь к концу проекта с клиентом, который в процессе проекта познал новое. — Да. — И никакой совершенно нет возможности, ну а мы сейчас обсуждаем уже проекты какого размера в год, на самом деле. Часто и больше. И просто никакой возможности, что ты начнешь проект и закончишь его в одной модели мира и клиента себя и проекта самого, физически не существует. Тем не менее, надо сказать, что со стейхолдером есть еще более сложные вещи, тонкие. Вот банальная ситуация, ты там работаешь, скажем, с тем же самым стоишь в бухгалтерии, ну большой, 20-50 человек, какая-нибудь крупная бухгалтерия. В ней есть начальник отдела. Вот как вы считаете, начальник отдела хорошо представляет процессы в своей бухгалтерии? — Нет, конечно. — Нет, конечно же. Он, конечно же, является стейхолдером, но не дай вам Господь взять его модель бизнес-процессов за основу. — Да. — Потому что он точно совершенно в этом месте максимально сидит. — Ты сейчас рассказываешь, не самый плохой случай, когда разработчик хотя бы дошел до начальника отдела в бухгалтерии. Потому что я же вижу сотни, тысячи примеров, когда люди доходят до PM со стороны заказчика и дальше никуда не идут. Дай бог PM, чтобы он был экспертом во всех областях и такой поверхностной эрудиции примерно понимал, чем все занимаются. — А это системная ошибка, которая кроется в том, что айтишные проекты исторически отделяются от проектов трансформации бизнеса в отдельную часть. — Можно я буду хлопать. — И так вот граница очень жестко рисуется. — Это к вопросу о консалтинге тоже в реальности. И ты это понимаешь, я до этого тоже дожил не сразу, что нет айтишных проектов. Есть основной проект по бизнес-трансформации, в котором существует айтишная часть, которая должна быть в него органично вписана и правильно коммуницировать. Это то, почему я и постоянно думаю про этот консалтинг и ищу механизмы, как мы можем выйти в эту сторону. Потому что я понимаю, что если я его не делаю сам, то его кто-то все равно делает и хорошо или плохо, как бог даст. — Зачем тебе заказчику этой ситуации, если ты готов консультировать на уровне бизнес-эксперта? — Большой, отличный, хороший вопрос. — Да, конечно же, да. А это отдельный момент, который тоже нужно оговаривать. Меня очень часто внутри компании просто спрашивают. Ну и внутри компании, и на конференциях. Ну вот смотри, вот мы работаем с заказчиком, мы с ним работаем, он делает глупость очевидную. Мы понимаем, как исполнитель, что он делает глупость. Хватаем его за руки, объясняем, он говорит, идите в пень. Я бизнес, я понимаю свой бизнес. Не лезьте в него, вы программисты. А мы прям точно понимаем, что ошибается. И так бывает реально. Потому что, хотя действительно, особенно ты очень хорошую модель показал, прям идеальную модель. Если действительно заказчик делает уникальное и новое, то тебе неоткуда в этом месте принести экспертизу, которая ему реально это поможет. Но все равно есть целая куча вещей, в которых это уникальное и новое падает в более-менее банальные классические бизнес-процессы, фрагментарные, которые вот именно фрагментарные, они типовые все равно. Во многих местах, по крайней мере. И там эта экспертиза существует. Ну, я не знаю, там выводить оплату карточками. Совершенно четко понятно, что оплата карточками это настолько обрыдлый бизнес-процесс, который есть у всех. И exception там известные, процессы, проблемы внедрения там известные. Ну, грубо говоря, какой-то дурацкий пример. Я в этом месте говорю простую вещь своим сотрудникам, что, ребята, за бизнес заказчика отвечает заказчик. Вы в этом месте можете сколько угодно хватать его за руки, объяснять ему. Но ваша задача очень простая. А. Очень подробно и вменяемо объяснить. Б. Зафиксировать это документально. В. Пойти нафиг. И это вопрос, это решение заказчика. Он получил от вас информацию, получил вашу картину мира. Он решает, дураки вы или умные, надо это брать или не надо. Он за это отвечает. То есть, любой контракт Digital Zone предполагает наличие ресурса, который будет писать свои бизнесовые идеи куда-то в стол. Ради того, чтобы заказчика предупредить. Конечно нет. Я с этого, собственно, и начал, что мы не можем это включать в объем контракта на уровне этого самого. Но люди же работают. Вот сидит аналитик, у него работа думать по большому счету. Снимать картину. Он всегда по определению как-то соотносит это со своим опытом. Кстати, тонкое место на самом деле. Зачастую, хочется сказать ему, перестань думать не твоя работа. Сейчас мы тут как это тоже. Давай ты сначала, потом я доломаю картинку. Значит, смотрите. Еще и я доломаю. Тут же одно из двух. Если аналитик видит эту проблему, то или он прав, или он не прав. Конечно. Если он прав, то эта проблема вылезет на внедрение. Конечно. И в процентах в 80 случаев там выяснится, что было мискомьюникейшн, и бизнес-заказчик просто думал что-то совсем не было. Да, он ровно этого и хотел. И в этом смысле вот задача донести до бизнес-заказчика проблему, причем на понятном ему, а не на айтишном языке, она есть эта часть, но вот снятие требований интервью, что вот вы говорите это, я это вижу вот так, и вижу из этого такие последствия. Вы эти последствия тоже видите? Да. Вижу, окей, пошли дальше. О, тут какие-то интересные вещи, давайте подумаем. Не, ну слушайте, это правда, и на самом деле снимаю шляпу перед Дмитрием, потому что я знаю, какое в DZ количество именно бизнесовых людей работают на проектах. То есть люди, которые там может быть даже далеки от айти, но понимают про то, как мир устроен в каких-то там специфических областях знаний. Но есть нюанс. Вот в тот момент, когда подрядчик, айти подрядчик вроде как бы предупредил и сказал, вот смотри, вот ты здесь хочешь сделать странное. Странное. Это не очень правильно. А заказчик уперся? К чему это приводит? Всё, надо руки убрать. К чему это приводит в 100 случаев из 100? Опять же, и человеческий фактор сюда ещё набросим, там дополнительно. Люди начинают друг на друга обижаться. И есть такой, это не термин, но это жизнь так устроена, да. И в конечном счёте в какой-то очередной терминальной ситуации, плохой ситуации, там недопустимой, подрядчик говорит, ну окей, ты меня не слушаешь. Я тебе пытался донести свою экспертизу. Всё. Не хочешь? До свидания. Чего у тебя тут по ОТЗ? Вот у тебя здесь раз, два, три. Я делаю раз, два и три. И никаких два с половиной ты от меня больше не получишь на этом проекте никогда. Ну это тоже максимализм, конечно. Это максимализм. Хотя, я хочу сказать, что бывают ситуации, на которых я вообще уходил из проекта. То есть, я настолько видел, что проект проблемный, что я говорил, ребята, просто это бессмысленно, потому что мы точно придём в конечную проблему, в которой мы будем разбираться, ругаться и давайте его закроем здесь. Ну это были как бы не очень большие проекты. И сам, да? Так бывает. Бывают и… Вы знаете, что ещё меня страшно расстраивает во всей этой красоте? Вот мы все такие умные, рисуем схемы управления бизнес-процессами, продумываем методики управления требованием, стейкхолдер, сиары, всё вот это вот такое аккуратненькое. А потом меняется генеральный директор заказчика, и к нём приходит сын, такой пацан, такой 18 лет, говорит, что это всё написано не на рубе? Да ты что, дурак, что ли? Сейчас тебе на рубе пишут, а ты вот это вот… Смена стейкхолда. Он такой приходит, да, говорит, вы что, мне сделали не как правильно, что ли, не как хорошо? И начинается рубилово бессмысленное такое. У меня такое было реально. Это реально, причём она смена стейкхолдера, где-то такая за пределами реальности и осмысленности. В рекламе-то вон постоянно, да, там кто-то гувернантка ребёнка, макеты принимает, это тоже же нормально бывает. Понравилось, не понравилось, вкусовщина-то включается, это безусловно. Смотри, вот про то, что сейчас говорили. Смотри, вот эта ошибочная часть проекта, которую заказчик выдвинул на ТЗ, особенно в госпроектах, оно, как правило, в ТЗ уже жёстко и записано. Да. И ты же там-то уже вот… Бывают варианты на самом деле, бывает, что нет. Потому что это тоже отдельная проблема, которая, вот ещё раз возвращаюсь к… Я вот в своих тезисах написал, Agile нет, да? Я объяснил, почему я так написал. Потому что, с моей точки зрения, реальный Agile бывает только в случае, когда клиент готов на бесконечные деньги и бесконечное время проекта. Погоди, погоди, вот у нас представитель Agile, который в госструктуру его внедряют. Всё остальное – это такой палеотив. Нет, делали контакты. Ну, палеотив. Такой палеотив такой, да? Почему? Понятно, что, по факту, Agile есть, на самом деле, вообще всегда. Да. Просто всегда. Даже в любой самой жёсткой модели. CR, по сути, делает, на самом деле, Agile инструмент. Как ни крути, да? Это механизм изменения скопа, состава сложности, методики, чего угодно, вообще говоря, в проекте, в любой его точке. В этом смысле он есть всегда. И степень… Отдельная проблема, которая в этом месте возникает – это сам чёртова степень детализированности ТЗ. С одной стороны, ты, как исполнитель, конечно, хочешь, чтобы клиент выписал всё, дописали, подписался кровью, и ты потом мог его… Ну, вот ты это же просил, да? С другой стороны, ты, как человек, который прошёл ни один, ни два, ни три проекта, понимаешь, что в итоге финальной ценностью является только реальное попадание продукта в бизнес. Да. Вот если у вас случилось, что бы там у вас не было в этом вашем ТЗ, если в итоге бизнес заработал с вашим продуктом, то вы все молодцы и вы все счастливы, сделали правильную вещь. Если у тебя было идеальнейшее ТЗ, ты сделал его 100%, попал его в него идеально, но в бизнес это не прилетело, и он не закрутился, то всё твоё старание на смарку, как бы ты не подписывался кровью, как бы ты не заставлял заказчика, что бы ты из него не выжимал, это всё впустую. Да. Вот. Это очень важное место. И заказчик, обычно там есть люди, которые понимают то же самое, и им тоже важно, чтобы проект попал в бизнес. И поэтому, когда возникает какая-то проблемная ситуация, то можно вместе работать над способами её решения. Обычно они есть, разные. Это зависит много от заказчика, потому что бездумное контрактование, ну, не всегда. Да, но, опять-таки, часто приводит к чему? К тому, что стоимость поддержки проекта начинает превышать базовую функциональность. И так бывает, да. И не важно, не обязательно в деньгах, в количестве ресурсов и так далее. Да, бывает. Но дальше, если обе стороны это разобрали и, ну, совместно поняли причины этого, дальше можно договариваться, как мы эту стоимость будем, например, снижать. Ну, там, этот этап закроем так, делаем следующий этап. Это хорошо, когда ты договариваешься, у тебя ещё хотя бы половина проекта не съедено по ресурсам. А бывает, что… Бывает! А ещё, знаешь… Сейчас вот в этом месте можно показать картиночку. Замечательно. Что у нас… Ты даже ждал, ждал, да. То есть, вот у нас вот на середине контракта, у нас вот получается вот такая… На середине ещё ладно, на середине что-то даже в этой ситуации сделать можно. Я, когда вот рассказывал про проектное управление и, вот, мне кажется, я написал своих этих самых тезисов, очень важно, когда ты пишешь, как бы ты ни делал, если это бэклог, бэклог, да, если у тебя требования, требования, неважно, юзкейзы, юзкейзы. Но ты должен сделать так, чтобы заказчик обязательно их отсортировал на три группы, критичные, важные, желательные. И чтобы эти три группы были не 90%, 5,5%, а где-то примерно по третям. В этом случае у тебя, я вот очень хорошо в этом месте был, мне кажется, мы одинаково понимаем ситуацию, в этом случае у тебя есть некоторый запас по гибкости объёма, которым ты можешь как-то худо-бедно пользоваться, но, опять же, для этого нужно, чтобы было очень-очень хорошее, оно редко бывает хорошее. Редко-редко бывает заказчик, который правда честно понимает, что вот эта третья треть, она под нож, она вот её прям вот резать, резать её. И даже когда ты, в общем-то, всё равно ты в этом месте заказчика заставляешь вычленить желательные кейсы, да, он их вычленяет, но внутри, в душе всё равно, нет, он не готов к тому, чтобы они были урезаны. Дима, не готов, Дима, проще термин, не хочет, зачем, он же, ну, смотри, то, что он не хочет, это понятно. Это же простая живая ситуация, это входит как бы в определение. Люди договорились, даже законтрактовались, да, и как бы, какое-то функциональные требования, давай их не будем называть ТЗ, да, описали какие-то функциональные требования к системе, да, структурированный скоб. И вроде на этом этапе всем всё было понятно, дальше, естественно, получилось, что они оба имели в виду что-то другое, и заказчик, и исполнитель, дальше выясняется, что для того, чтобы сделать… Надо освоить картинку эту, да. Да, ну и я как заказчик тебе скажу, ни от чего не хочу отказываться. И, как правило, считаю себя вправе, и так рассуждать. Да, 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 то есть, понимаешь, вот этот вот буфер, который надо пустить под нож, его очень трудно, правда, действительно, в контракте утвердить и сделать так, чтобы это было, правда, всем понятно. А если его нет, то под нож пускать нечего. Тут важно вот что, что есть ли вот в той ситуации, когда выяснилось что-то другое, понимание у обоих сторон, что вот это другое действительно выяснилось, и если подрядчик встанет в формальную позу удовлетворения ТЗ, то бизнес потом не взлетит. Вот если такое понимание действительно есть у обоих сторон, и они обе видят, что у подрядчика есть вот такой вот формальный отскок, а надо, чтобы бизнес влетел, то они ищут варианты. Это, да, это как-то вопрос непротивления сторон. Это тяжелый вопрос, переговорный часто бывает. Давайте байк расскажу маленькую на эту тему. У меня приедет. Есть байк на все темы. Феорическая совершенно байка. Юлморт мы запускали. Это был года три, наверное, назад. Очередной запуск. И всем очень страшно на самом деле, да, потому что это живой бизнес, там, да, сильно переделывали систему. И, значит, остается буквально неделя, наверное, до релиза. И выясняется, что есть совершенно непонятная откуда взявшаяся проблема. Невозможно посчитать стоимость доставки товара потребителю. Невозможно, потому что где-то в сложной цепочке ландшафта IT не пробросился zip-код покупателя в ту точку, где происходит вычисление. И уже как бы даже непонятно, почему он там сложный, как бы не пробросился. И от нас, они в Питере находятся, значит, основистые холдеры Юморта, от нас туда приехали два директора, ведущий разработчик, архитектор, PM, ну, человек пять, наверное. И от них тоже собрались, значит, генеральный директор, главный, значит, директор, который отвечает за вообще... Это те, кто нужны, чтобы посчитать стоимость доставки. Понимаешь, да, то есть, он тоже человек пять, вот людей есть, как бы... Найди zip-код. Да, 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 как бы у которых стоимость часа превышает все разумные. То есть, я уже немножко в шоке, да? Понимаешь? Он сидит живой, завалишься, рассказывает, как он zip-код искал. Да, 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 да. Слушай, ну, это было реально, как бы у нас был старт, вот первый запуск этой системы. Его можно заслуживать. Мы все к этому очень так вот относились, и скрывается, ну, ты же понимаешь, как так происходит? PM говорит, слушайте, я не понимаю, что с этим делать. Ну, и дальше начинается эскалация, собираются все, начинают разбираться. И вот мы сидим, 10 человек, как бы у которых тикает вот эта стоимость такая, да? И начинают ругаться, где, куда, откуда все это происходит. И кто-то со стороны юмор-то, я просто, если я буду писать мемуары, я прям впишу реально этот кейс, потому что он фантастически хороший. Он спрашивает, скажите, а сколько у нас вообще в Казани запуск происходил? А куда вообще мы доставляем? Говорит, ну, в Казань, там, и еще там 2-2 города небольших неподалеку. А сколько доставка стоит? Он говорит, минимально 100 рублей, максимально 150. Он говорит, и вот что за эти 50 рублей мы сейчас вот здесь рубимся? Говорит, давайте на месяц запустим маркетинговую компанию, все доставки по 100 рублей, а сейчас закроем вот эту бессмысленную трату времени десятью топами, которые, в общем, дороже, чем все эти доставки на следующий месяц, вот по сумме расходов, наверное. За месяц линейные сотрудники точно разберутся, как пробросить этот чертов зип-код, и точно совершенно в следующем релизе, который у нас все равно меньше, чем через месяц выходит, это будет сделано. Правда? Правда. Это просто финансового директора не было. За чей счет банкет, вот действительно. Нет, ну, как бы это было принято решение, дугендир был, да, то есть это было принято решение, которое вполне себе вписывается. То есть стоимость, ну, то есть люди понимают, сколько у них доставок в этом городе за месяц, какова дифференциация по цене, сколько стоит эта дифференциация, тупо наше совещание стоило дороже, чем вот эти 50 рублей доставки в течение определенного времени. Нет, ну это хорошая история про лояльного заказчика, да, потому что в жизни что могло произойти? Пришел бы действительно финансовый директор, да, и предложил бы выставить разработчику вот эту самую неучтеночку. Разницу между 100 и 150 рублей. Там agile был, поэтому очень трудно. Это вопрос контактования. Там надо сказать, что вот это один из тех редких случаев, когда мы действительно работали по очень настоящему agile, и он очень получился, потому что, собственно, еще раз сказать, хотя я такой agile-хейтер, да, А здесь-то ты сейчас признаешь agile, получается. Он прикидывается. Я просто очень критично на него смотрю. Я его не отрицаю, да, я просто говорю, ребята, это сильно сложнее, чем... С agile-ом в чем проблема? Его продает очень много маньяков. Очень много людей, которые его впаривают, как вот серебряную пулю, как вот Иисуса Христа практически, да, это белое братство такое вот agile-овое. Меня это вот очень сильно напрягает. Отличный agile работает, если у вас правда есть взаимоотношения двигательные с заказчиком, правда есть понимание того, что ваш скуп будет попадать под нож, и вы с ним будете креативно работать, сильно вот креативно. То есть вот будете правда понимать, что у нас с вами есть вот такой вот запас задач, и что мы все равно по нему будем как-то двигаться, что он все равно будет увеличиваться. Это все равно условно вечный процесс. Мы все равно понимаем какие-то промежуточные фазы, которые всех устраивают, и понимаем, что эти фазы это предмет локального принятия решений. Слушай, ну смотри, вот как бы это все... Это понятно, что если есть запас. Но с другой стороны, это на самом деле чистая работа ПМов. Это митинги, это презентации, это презентация частей проекта. То есть в общем-то agile не agile, но если это из проекта вылетает, и никто не понимает, что сейчас происходит, то у тебя и в водопаде это все завалится. Ну в водопаде-то у тебя как бы есть план проекта, по которому ты движешься, есть какое-то бейзлание, есть соотношение там. Да, ты всегда отстаешь, конечно, да. Ты и там тоже всегда принимаешь решения по какой-то корректировке тоже неизбежно. Это, собственно, почему это отдельно, я говорю, что на самом деле разница между... Вообще слово водопад, я очень не люблю его на самом деле. Его придумали люди из agile, чтобы такой жипел такой нарисовать на другой стороне. Да точно совершенно. Ройсь! Ну ладно. Все записано. Не важно. Важно, что на самом деле разница между ними не так катастрофично, да, и в целом она больше относится... Значит, я вот, когда меня говорят, вот agile, agile, я говорю, ребят, смотрите, значит, если вы можете клиенту своему продать, что он не знает, что у него будет на проекте через год, то у вас agile. Если вы это не можете им продать, то, блин, извините, пожалуйста, да, потому что с agile все хорошо, кроме одной дурацкой вещи. Желание клиента знать, что у него будет на какую-то дату и за какие-то деньги. Вот есть в этом месте готовность клиента к тому, что он не точно знает, что там будет. Я думаю, что Максим не просто так посмеивается. У него есть, наверное, ответ на твой вопрос. Да нет ответа. Ну и клиенту же продается иллюзия. Иллюзию, что он знает, можно продать независимо от метода. В водопаде есть еще такая сертифицированная процедура, что... Управление иллюзией. Нет, объявление этой иллюзией камнем. Вот, потом она все равно рассыпается. А agile в этом смысле честнее. А управление ожиданиями, ну вот, в PMBOK в последний включили, правда, не очень хорошо. Ну, как и все, что они из agile пытаются включить, получается, там эклектика. Как минимум тяжелая история для госконтрактов, на самом деле. Да, конечно. Ну, правда, по-честному. Конечно. А если вернуться к той же истории про сотрудничество ДЗ и Почту России, там же черным по белому и завалишином подписанный договор, да? О том, что компания несет ответственность за это, за это, за упущенную выгоду и так далее. А какой тут agile, когда ответственность за упущенную выгоду? Так, так не бывает. Так не бывает, да. Ну, то есть, опять же, это все равно тоже продукт непротивления, конечно же, но, да, это очень сложно. И еще одна есть важная разница между agile и waterfall. На самом деле, принципиальной разницей между agile и waterfall является вот такое место. В agile CR, это когда чуваки встретились, сказали, слушайте, нам в этом месте вот лучше, нам важнее запустить, скажем, не знаю, там, доставку в плюс два региона, а карточки мы можем через месяц, да? Вот. И другая сторона говорит, ну, окей, нормально, мы можем. Полетели. А в waterfall в этом месте ты формально обязан провести процедуру CR, которая, если по чесноку, устроена понятно как, да? Да, черновая оценка стоимости оценки CR, да, подтверждение клиентам готовности заплатить за оценку CR, проведение оценки CR и импакт-анализ детальный, который затрагивает все артефакты проекта, получение оценки объема работ, при этом, на самом деле, вот, что больше всего... Оценки, кстати, не, конечно, какой-то фиксированной историей, нужно, а потом еще раз уточниться. И так тоже. Или не раз, да. Ну, вообще, формально не должна, конечно, но по факту, опять же, бывает, да? При этом заказчик обычно очень раздражает то, что когда он говорит, давайте уберем функциональности, при этом выкатывается CR на деньги, да? А ты же в этом месте формально, не только формально, если реально работаешь в большом проекте, то, правда, нужно ввести артефакты. И ты, когда убираешь функциональность, ты, правда, должен ее из требований убрать, из проектных документов убрать, зафиксировать ее в документации, в ТСК, все это нужно заобдейдить. Это стоит денег, да? Поэтому даже урезание функциональности, к сожалению, это денежный процесс. Ну, в Ватерфале урезание функциональности, это, в общем-то, как достаточно такая, это уже, ну, нет такой процедуры. Бывает, нет, почему? Нет, ну, бывает. Бывает, CR вполне бывает. Нет, ну, все равно, CR, он в основном плюс, он идет. Да, в основном плюс, но, я говорю, это самое раздражающее для заказчика место. Ну, это понятно. Слушайте, я попросил вас убрать задачу, а вы мне тут деньги выставляете, да? А формально... Увы, это неизбежность. Аджайл-то чем им проще? Там проще заменить за счет коротких спринтов. У этого есть отдельный минус, который тоже, с моей точки зрения, проблемен. Опять же, когда мы говорим про вот Аджайл и Ватерфол, да, есть очень разные проекты. Разные-разные. Вот, например, возьмем проект создания большой ERP на базе, там, 1С, например, ну, или, ну, платформы, которая для этого хорошо подходит, да? И в этом месте работа по созданию и вообще управление требованиями в большей степени сводится к управлению составом, там, сущностями, взаимосвязями, бизнес-логикой, да? И сущности очень рядоположные. И в этом месте добавить, убрать сущность, это и по деньгам очень понятно, и очень, не очень мало, а точнее, никак не влияет на архитектуру. Потому что она зашита в платформе, ты ее просто не трогаешь никак. И в этом месте с Аджайлом все отлично совсем, потому что нету места выстрелить себе в ногу. И совсем все не так на больших разработческих проектах по интерпрайс-решениям, в которых у тебя реально есть архитектура. И ты мало того, что должен ее управлять, ты должен ее реально очень хорошо поддерживать, потому что прийти в состояние, когда ты не понимаешь, что в системе происходит, ты ее доломал, документацию ты… И это часто бывает, работая по Аджайлу, люди недоуправляют документацией. Сам по себе Аджайл, он так расслабляет в этом плане. Ну и вот эта вот необходимость сидеть, правда, действительно поддерживать все архитектурные документы, требования держать в составе актуальном. И в Waterfall это замучаешься, этого достигает. А в Аджайле совсем как бы легко. Ну возьми, я все к терминальным историям привожу, возьми какой-нибудь большой проект, у которого там еще 100-500 интеграций с разными системами, со своей дисциплиной разработки, которая может быть в общем случае какой угодно. Какой угодно, да. А я вам больше скажу, что… И все это рассыпается, и в конце ты приходишь к системе, даже хорошо сделано, но она неподдерживаемая. Веб-разработка, она сильно расслаблена. Ты попробуй у строителей, у них почему уже есть и ГОСТ, и все по управлению. Потому что если ты уже что-то построил, то назад ты уже сносить-то тяжело. Надо сказать, что в софтверной разработке-то аналогичные вещи происходят у авиационщиков. Там очень жесткие процессы, и у них там поверх вот того, что мы знаем по пятому СММА, например, да, поверх этого еще есть процессы. То есть сам пятый СММА для обычных софтверщиков это просто самоубийство. Это такой, это вот просто заковали в лад и прибили к стене, и не шевелились никуда. А там еще сверх этого есть процессы аудита того, что тебя правильно заковали в лад, и ты правда ни разу из них не выходил. Так, ну что, господа, признание того, что Agile есть, таки получено. На этом предлагаю попрощаться со зрителями. Могли еще два часа поговорить. Я думаю, да. Всем пока. Спасибо. Всем пока.